Гульжана Тустимировна, вам вопрос, к нам пришел от телезрителя, текстовое сообщение на WhatsApp. Нужно ли мне прививаться, если я уже переболел коронавирусом? Очень хороший вопрос. Это часто задаваемый всеми, когда вот я уже переболел, может быть, мне не нужно. Единственное, нужно пояснение. Если человек действительно переболел, то есть идет выработка антител, есть М и есть G. В начале идет выброс антител типа М. То есть М – это когда человек начал болеть, тогда начинают вырабатываться именно незрелые антитела, и в какой-то момент в определенный, в середине наступает пик и идет выработка антител G. Это уже наступает пик антител. В это время после пика антител он продерживается в определенное время, то есть это индивидуально от каждого организма, потом он идет к этому спаду. Поэтому мы говорим, если титр антител очень высокий, при определении, часто они сами, люди хотят, население провериться на титр антител, они могут не вакцинироваться, но когда идет спад, они же уловить этот момент не могут. Поэтому при вакцинации наличие титра антител, есть или нет, высокий или низкий, не имеет никакого значения. И поэтому, когда вакцинацию говорят, что обязательно вакцинируйся, этот пик, чтобы остановить и закрепить при пике количество антител. Понимаете, самое главное – это наличие антител для выработки и для того, чтобы завтра они выработались клетки-киллеры, которые могли бы убить именно антитела, вирус коронавируса. Когда можно считать, что вирус уже не страшен? Вирус не страшен, самое главное – это когда идет наличие антител высокое, титр идет, и самое главное, после вакцинации, если его закрепить, можно считать, что через 21 день буквально практически уже не страшным. Продолжение следует...